В этом бою шансы нужно расценивать как примерно равные, но мы уже отмечали, что у американцев есть преимущество домашних стен. К тому же очень непростым получился поединок накануне у Георгия Балакшина против спортсмена из Индии Джетендера Кумара. Но в паузе после первого раунда мы поговорим о том матче. А пока вот... Удачно начал действовать Балакшин сейчас, и вот почему там нам не показывают, тачки зарабатывают он уже или нет. По идее, одну тачку могли ему здесь дать. Конечно, сейчас уже боксеры... Нет, пока 0-0. Конечно, сейчас уже нет, скажем так, незнакомых боксеров, даже если тренерский штаб не видел того или иного спортсмена до этого чемпионата мира, то вот здесь уже изучили. Конечно же, и во время тренировок, и во время боев. Так что, я думаю, Уоррен и Балакшин хорошо знают, чего ожидать. И непростой попался соперник Георгию Балакшину. Посмотрите, какой чувствительный американец, реакция изумительная. Вот и работает он в правосторонней стойке. Ну, оба работают спортсмены в правосторонней стойке. Опять это редко бывает. Вот попадает американец, попал Георгию, но еще один удар пропустил. Очень резкий Уоррен. В общем, в этом ему пока Балакшин не уступает. Здесь главное не вязаться, постараться Георгию Балакшину так же провести поединок, как он сделал накануне. Выдергивать его соперника и наказывать его. Это прекрасно Гоша умеет делать. Если он не сорвется, вот на этот обмен ударами, а в Соединенных Штатах достаточно сложно будет получить победу, не обманулся на три головы своего соперника. Нужно отдать должное. Вот видите, американец просто так не бросается. Тоже старается поймать Георгия в его атаках. Но считать всегда будут американцами. Несмотря на то, что счет должен равный быть, а уже 5-3 в пользу американцам. Ну не равный, наверное. Американец два раз попал, но один раз попал Георгий Балакшин. Боковым справа, почему-то это очко ему не записали. 5-4. Вообще, если быть объективным, заканчивается первая. Американец, конечно, великолепно подготовлен. Талантливый спортсмен, ничего не скажешь. Смотрите, очень грамотно держит руки Уоррен. И выстреливает очень резко от подбородка. Но вот прежде успел, пошел вперед. Гоша, да, и получил сейчас удар. Но вот может быть это какая-то компенсация за то, что в первом раунде не дали. Клубы очень внимательны. Пытается, вот опять Георгий немножко вытягивает на себя Уоррена. Вроде обозначает активность, отходит. И да, и встречать, встречать он должен на этом. Но та же тактика, в принципе, что против Кумара. Хотя Уоррен побыстрее. Индийц был, индус, вернее, был повыше. Руки были длиннее. Да, помог Балакшин завалиться на помост ринга Уоррену. И этого делать, конечно, нельзя. Ну и правый, правый. Как можно чаще правый должна работать здесь. Вот так нельзя валиться. Немножко влёг сейчас. Георгий. Да, и судьи здесь очень внимательно выжидают. Лишних нету, да, этих очков. Пропускает Балакшин сейчас. Вы видите, вот в контратакующей манере сейчас работает американский спортсмен. И он выглядит значительно лучше. Лучше вот. И не идёт он вперёд. Он старается вот Балакшина ловить на его промах. Вместо того, чтобы вот в этой манере работать с Георгием Балакшиной. Он тоже, Георгий, действовал большую часть пока. Бой достаточно собран внимательно и аккуратно. А здесь вот только стоило ему пойти заняться импровизацией, попытаться атаковать. Ну, не скажу, что не подготовлено, но так уж очень смело. Откровенно, да. И тут же, тут же его за это наказал Уоррен, потому что мы видим, что он тоже силён в том, в чём обычно силён и Георгий Балакшин. Вытягивать соперника на себя, контратаковать. И вот когда получается как раз Георгий пригласить к атаке американца, удаётся встретить. Всё неплохо проходит. Вот смотри, внимательно готовься. Я думаю, всё сегодня было то же самое. Ну, представитель Индии, это очень хороший боксёр. Нет, действительно, хорошее впечатление оставил. Но американец всё же сильнее, конечно. И вот подсказали правильно. Стулович начинает свои атаки Балакшин. Вот здесь надо встречать. Вот американец пошёл, но всё-таки в итоге достал. Поменял свою тактику. Видите, как быстро он, в зависимости от того, что может предложить ему соперник, быстро меняет свою тактику. И уже он идёт вперёд. Вот попробуй сейчас перестроиться. И Балакшин тоже, так сказать, пытается атаковать. Но тут главное судья не разрывать темп этого интересного поединка, боя, не вмешиваться. Дать возможность вот выяснять им отношения, потому что оба достаточно техничные боксёры. Вот дважды сейчас Георгий попал. Хорошо, удачно. 13-9. На всём, правда, 4. Довольно большое доставание по ходу этого боя. Тут же американец одно очко отыгрывает. Вот вязать начинает сейчас Уоррен. Георгия. Вот удаётся, так сказать, американцу, в зависимости, так сказать, от действий своего соперника, поменять тактику. Не даёт он сейчас возможности Балакшину идти вперёд особенно, и старается его перехватывать. И сам даже первую половину третьего раунда атаковал. Он всё целит в голову, Георгий, нет, это всё понятно, правильно. Но посмотрите, каждый раз в основном защита Уоррена представляет из себя нырки. То есть каждый раз. Вот либо он набрасывается, он сейчас только пытается к этому прибегать, к клинче. Либо удар, и тут же нырок. Но вот здесь попробовать ударом снизу, и можно очень хорошо и встретить на этом движении головой вниз американца. А Георгий всё время бьёт в голову, и тут же уход с линии. Удары в основном, опять же, уклонами. Даже не уклонами, а нырками в исполнении. Раша Уоррен. Но сейчас Уоррен всячески пытается темп этого боя разорвать. Потому что он знает, что придёт в счёте. Вот видите, в контратак гораздо интереснее сейчас, отдаваясь на инициативу, выглядит американец. И счёт действительно в его пользу реальный. Да, но так ощущение, что всё-таки в сегодняшнем бой чуть речи. Уоррен. Вот он показал сейчас, когда в довольно-таки откровенный бой ввязались оба, что он всё-таки у него скорость чуть-чуть повыше. Более резкий такой. Неправый действует значительно больше американец. Тяжёлый бой достался Георгий Балакшин. Нужно приложить максимум усилий, чтобы выровнять эту ситуацию, которая к четвёртому. Американец выигрывает. Итак, четвёртый раунд. Здесь же Георгию можно и нужно показать всё, на что он способен. Но бросаться сломя голову вперёд не стоит. Видите, как красиво играет сейчас американец. Это почти все чёрные ребята любят. Отдавай инициативу. И он не очень-то сокрушается по поводу того, что Балакшин идёт вперёд. Вот сейчас хорошо и надо, надо, надо. Вот, отличная атака и два удара. Это Георгия зажал в угол, но вырвался оттуда Раши Ворон. Ну, нельзя тут бросать своего соперника, применять борцовские приёмы. Нужно грамотно взрывать дистанцию. Есть же всё. Вот головой пытался сейчас ударить даже. Собственно, поэтому, мне кажется, следующий удар ты не засчитали. Да, разница довольно большая. И я не думаю, что в четвёртом раунде удастся Георгию эту ситуацию выровнять. Ну, вот уже и Ворон захотел своего соперника бросить. Ну, тут вот, если считать все остановки, которые рефери позволял себе, тут... Ну, вот и Американец, так сказать, ответил тем же. И ограничивается только замечаниями. Хотя можно было сделать предупреждение и тому, и другому спортсмену. Ну, вот Американец завёлся, причём, я не знаю, он крикнул или кто-то с трибун. You want that. Ты этого хочешь, этого хотел. Да, грамотно достаточно построил Американец этот поединок. Тактически всё грамотно, он выстрел против Гоши Балахшина и ничему не сможет сделать, мне кажется. Георгиев, да и разница, вот уже там полминуты остаётся. В десять ударов её невозможно отыграть. Немного обидно получается, вот первый бой из девяти с участием российских боксёров и... В общем, поражение. Но, с другой стороны, мы говорили, что самые сложные соперники у наших сегодня, это Американцы, четыре таких боя. И как раз Раша Ворон, наверное, один из самых сильных. Ну и вот так, если ещё вперёд посмотреть, какие сегодня бои нашим предстоят, то мы тоже тем накануне касались. Вот в супертяжёлой весовой категории не просто придётся исламывать им Урзиву с Майклом Хантером. Тоже хороший, очень боксёр.